Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и как вы видите, свершилось чудо! Разработчики все-таки сделали рулетку на крушителя, я больше чем уверен, что огромное количество игроков будут пытаться выбить себе данный аппарат. У меня его на основе нет. И несмотря на то, что у меня есть пресс-аккаунт, на котором я могу вполне спокойно в любой момент взять данную тачку и поехать в бой, я хочу себе данную машину. Я настолько сильно ее хочу, что буду крутить сегодня эту рулетку до тех пор, пока крушака не заберу. Давайте сразу разберемся с ценниками. Дело в том, что по ценнику здесь получается по большому счету, ни много ни мало, целых 13 тысяч голды. Это если я выбью машину прямо на 15 прокруте, за 1950 в конце. Но все-таки мне хочется верить, что для меня эта история закончится немножко раньше. Шансы выпадения крушителя меньше 1%. Контейнер плохая компания. Чуть больше, но все равно меньше, чем 1%. Понятное дело, что самые большие шансы выпадения свободного опыта, кредитов, короче говоря, всякого рода шелухи. В то же время, ребят, крушитель настолько хорош, это настолько фановая машина. Она настолько меня радует и умиляет, что я не могу отказать себе, конкретно в данном случае, чтобы не покрутить данную рулетку. Если вы не первый день на моем канале, вы знаете мое отношение к контейнерам, вы знаете мое отношение к рулеткам. И я отношусь к тем ребятам, которым лучше вот так вот просто зайти в магазин, откроется магазинчик, открываешь себе танчики. И вот то, что здесь видишь, берешь, задуло и тащишь к себе в ангар. Но в случае конкретно с данной рулеткой, я пойду против всех своих принципов и буду ее крутить. Начинаем это делать, я держу пальцы крестиком, почему так? Потому что я не хочу потратить действительно 13 тысяч на то, чтобы крушака себе открыть. Все остальное, что здесь есть, меня интересует ну прям совсем очень мало. Огнегарпун, окей, хорошо. То же самое и Д2 касается, тоже типа неплохо, но все равно, ребят, в бою, кроме внешнего вида, ничего не добавляет. Что касается контейнера, который здесь есть, плохая компания, то с моим фартом на конты, что есть, что нет. Поэтому для меня единственной ценностью здесь является сам крушак. Даже если я заплачу 13 косарей за эту машину, я все равно останусь доволен. Потому что это довольно неплохая возможность прикупить себе данный аппаратик. Первое, что мне выпадает, понятное дело, мне выпадают бустеры. Потому что на них процент самый высокий. При этом всем, ребят, сейчас сделаем несколько прокрутов и посмотрим, насколько увеличиваются шансы выпадения самого крушителя. Я больше чем уверен, что сейчас после 3-4 прокрутов в лучшем случае поднимется к 0.9. Но это вот прям в лучшем случае. Что нам дальше выпадает? Понятное дело, сейчас выпадет серебряндия. Однозначно. Давай. Нет. Опять бустеры. Ну окей, удивили. Хорошо. Но я больше чем уверен, что сейчас будем забирать серебро. Сейчас будем забирать свободный опыт. После этого заберем, скорее всего, аватарчик неанимированный. Ну вот то, что я и говорил. Серебруху забираем себе. Пока очень-очень дорого. Честно говоря, давать вот такое количество голды за то, что мне пока выпало. Ну прям вот совсем уныние. Что мы забираем? Ну окей, D2. Хорошо. За такие деньги, согласен. Вроде бы неплохо. Заберу. В любом случае, я его отсюда заберу с этой рулетки. Давай. Давай. Опять серебро. Да что ж такое-то. Дайте мне машину, в конце концов. Мне нужна машина. Да, как можно дешевле. Пожалуйста. Мне очень надо забрать машину. Пожалуйста, быстрее. Огнегарпун. Ну тоже неплохо. Смотрите, в принципе, плюс-минус самое ценное. То есть, ну, два обвеса я уже отсюда забрал. Вообще по кайфу будет, если заберу сейчас контейнер и потом заберу крушителя. Вообще будет просто бомбей. Итак, смотрим. Смотрите, процент у меня практически 2% уже поднялся. Не считал я, честно говоря, сколько я там уже потратил. Сейчас 650 мне предлагает. Это получается, я сейчас буду на 8 прокруте. Делаем 8 прокрут. Ну дай боженька в 10 прокрутов вложиться. Было бы вообще просто красота. Уже бог с ним, с этим контейнером. X5 в количестве 10 штук. Ну все равно не сильно радует. 9 прокрут, ребят. 9 прокрут и... Но нет, нет, все равно. Серебро. Что мы, едем дальше? Да, конечно, едем. Чего останавливаться? Давай, давай, крушитель. Ну нет, ребят. Но я больше чем уверен, что получится такая кухня, что крушителя я заберу, скорее всего, предпоследним. Ну а с высокой долей вероятности все-таки самым последним он мне выпадет. Аватар, который мне не нужен, я его однозначно обменяю. Он мне, в принципе, ни к чему. Смотрим. Смотрим, ребят, что... Что там получается? Ну вот, видите, какая кухня интересная идет. За 2500 прокрута. Давайте смотрим шансы. Шансы целых 27%. То есть, получается, здесь уже 1 к 3 сейчас выпадет. Но если выпадет, будет круто. 2500. Это у нас какой прокрут получается? 13 прокрут. То есть, получается, да, 3 прокрута осталось. Все верно. Едем дальше. Заберу крушителя, сразу успокоюсь. Вот сразу. Не буду вообще гоняться за контейнером. Нет, ребят. Ну вот так вот интересно получается. Забираем. Забираем крушака. Заберу, блин. Ну вот. Вот, пожалуйста, вам. Вот он, фарт. Вот оно, везение. Вот она, вся правда, про рулетки. Все-таки, ребят, крушака, понятное дело, забираю с последнего прокрута. Полностью пришлось слить всю стоимость. 13 тысяч голды. Данная машина мне обошлась. Вот такая вот правда жизни. Просчитывайте свои шансы, если у вас копилки голды не такие уж и большие. А я хочу поблагодарить тех ребят, которые сбрасывали мне подарочки. Спасибо вам большое за то, что пополнили мою золотую копилку. И дали мне возможность не только снять это видео, но и порадовать себя данной машиной в ангаре. Мы еще забрали один контейнер. В любом случае, сейчас его откроем. Не верю я абсолютно в то, что мне оттуда что-то упадет. Ну, просто потому что я чувак не фартовый. Хотя, хотя недавно я открыл мистики и забрал себе одну машину. Это уже второй танк за 9 лет. Нет, ребят. К сожалению, ничего. Ничего отсюда не выпало. Ну, вот как есть, так есть. Если вы за честные обзоры. Если вы за то, чтобы видеть правду о розыгрышах. О том, что происходит в игре. Слышать правду о машинах. Пожалуйста, подписывайтесь на канал прямо сейчас. Нам с вами однозначно по пути. За целый год существования моего канала я ни разу никого не обманул. Ни разу не посоветовал купить что-либо, что могло потенциально кого-то расстроить. Поэтому, друзья мои, хотите знать, как будут играться машины вашими руками, если вы среднестатистический игрок? Однозначно. Однозначно, ребят, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Жмите на колокольчик, для того, чтобы не пропускать новые видео. Ну, а сейчас, ребят, я донастрою нашего крушителя. Донастрою свою обнову. И я выкачу его первый раз из ангара. Ну, на своем основном аккаунте. Понятное дело, что на прессе я уже данную машину обкатывал. Но, все-таки, основа есть основа. Так, ну, вот так вот как-нибудь, знаете, просто от балды сейчас его снарядим. А что по камуфляжу? Камо у него, как бы, это его уникальный внешний вид. Можно обвес какой-то на него поставить. Но, блин, ребят, серьезно, кроме летучих мышей, я не вижу смысла ничего сюда добавлять. Но тратить 1365 на мышек я на данный момент не готов. Может, огнегарпун ему пока влупить? Коль он у меня есть. Не знаю, не знаю. Наверное, да. Вот, блин, ну уже гулять так гулять. Не знаю, насколько сильно подходит огнегарпун данной машине. Может, все-таки стиль немножко не тот. Но что-то от безумного Макса здесь все-таки есть. Сейчас смотрим, куда мы попадаем. Давайте прям вот так вот возьмем. Ну что, поехали. Попробуем. Попробуем первый раз тачку. Обкатаем ее. Обсудим кратенько. Это не будет честный обзор в стиле моего канала. Это будет просто первый триумфальный выход крушителя с моего основного аккаунта в рандомные бои. И у меня, честно говоря, сейчас немножко руки даже трясутся. Я ждал. Ждал этой рулетки. Я предвидел ее. Ходили слухи. Я даже в свое время заснял видео отдельное на тему того, что будет происходить, если крушака все-таки в рулетку всунут. И, наконец-то, я дождался этого момента. И, ну, вот так вот психанул на целых 13 косарей. Я понимаю, что это семерка. И что за 15 тысяч можно сейчас взять, пускай в голом виде, но годную девятку. Я говорю про объекта 752. Очень клевая, классная тачка. Но все-таки, ребят, вот все-таки, блин, не знаю, моя любовь к нестандартным машинам, к таким, как Крушитель, к таким, как Франкенштан, к таким, как Могильщик, Мародер. Все это машины, которые, ну, прям вообще отличаются от всех. Полностью. И отказать себе в удовольствии заиметь данную тачку себе на основной аккаунт и порадовать себя дополнительной вот такой вот уникальной коллекционкой. Не мог я пропустить такой возможности. И сейчас все-таки сделал это. Спасибо большое разработчикам за то, что дали возможность всем желающим Крушителя себе заиметь. Многие ждали Крушителя на продажу на новогодние аукционы. Какое было огромное количество комментариев от моих зрителей по поводу того, насколько грустно, что его не добавили. Ну, ребят, не все дается сразу. Порой приходится подождать. За некоторые вещи порой даже приходится переплатить. Я понимаю, что, повторюсь, 13 тысяч за машину 17... Ну, господи, 17-го, 7-го уровня. Это действительно много. Вопросов не имею. Но машина, блин, какая же она все-таки классная. Это не КВ-2. Абсолютно не КВ-2. И ни в какое сравнение он не может идти с КВ-2. Потому что КВ-2 это шестерка и полностью картонная. Да, может быть по геймплею, по тому, как его отыгрывать все-таки на КВ-2 это действительно похоже. Но, блин, сколько кайфа, когда ты засовываешь своего соперника в снаряд на 650 альфы. Это просто чума какая-то. Просто неимоверное ощущение. Ну, бомба. Бомба реально, ребят. У меня сейчас, не знаю, слов не хватает. Губы трясутся от счастья. Но неимоверно. И, кстати, огнегарпун, который идет в комплекте, можно сказать, с этой машиной, если вы будете крутить рулетку по полной и достанете себе огнегарпун раньше, чем эту машину. Он сюда подходит как нельзя кстати. Может быть, может быть, ребят, он даже сюда больше подходит, чем, чем, ребят, летучие мыши. Ну да, этого товарища, блин, с не очень точным орудием крушака выцелить сложновато. Такс. Перезаряжаемся. Перезаряжаемся, ребят. Ждем. Покажись. Стоишь ты здесь еще или нет? Стоишь. Ну, давай, подсовывайся. Ладно. Отходим. Непривычно. Непривычно играть на данной машине. Все-таки она, ну, прям очень сильно отличается от многих других машин в игре. И сказать, что с первых боев вы сразу начнете там разрывать рандом и нагибать, нет, ребят. Такого однозначно не будет. Понятное дело, что... Ай-яй-яй-яй-яй. Понятное дело, что будет все не так просто. Понятное дело, что необходимо будет привыкать как-то. Но все-таки, блин, фан. Фан и кайф, серьезно. Не буду досматривать результаты боя. Надо его еще все-таки покатать. Надо к нему все-таки найти подход. Узнать его получше. Ну и, соответственно, после этого уже делать какие-то сумасшедшие результаты. Но в любом случае, ребят, седьмой уровень, у которого такое количество альфы вылетает за один выстрел. Это говорит о том, что, в принципе, если вы делаете 4 удачных выстрела за бой, вы вывозите уже больше 2400, если я правильно посчитал, единиц урона. А это действительно на седьмом уровне просто круть несусветная. Крутить ли вам рулетку, ребят, я не могу советовать. По одной простой причине. Потому что в моем конкретно случае, для того, чтобы этого красавца поставить себе в ангар, мне пришлось слить целых 13 тысяч золота. Сделал ли я бы это еще раз, зная, что заберу машину с последнего прокрута? Да, я лично сделал бы. Ну просто потому, что я обожаю вот такие вот уникальные по внешнему виду тачки в нашей с вами игре. И я не люблю машины заурядные. Поэтому что делать вам, я не знаю. А я знаю, что делать мне. Катать эту машину, получать удовольствие и фаниться в этой игре. А это самое главное. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Спасибо большое за просмотр. Участвуйте в розыгрышах. В общем, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Увидимся в следующих видео. Я стараюсь специально для вас. Пока-пока.